Каверзные вопросы зрителей, волнительные минуты ожидания окончательного решения жюри. Накануне в областном доме дружбы прошла интеллектуальная игра, посвященная Дню Республики. В ней приняли участие студенты ведущих вузов области. Организатором мероприятия выступила Ассамблея народа Казахстана Кустанайской области. Подробности в нашем следующем материале. Все по-настоящему. Черный ящик, волчок и минуты на обсуждение. Напряженная атмосфера в доме дружбы говорит сама за себя. Ребята переживают, и это неудивительно. Ведь сегодня им нужно показать все свои знания и навыки работы в команде. По словам организаторов, это у игроков получилось. Эта игра посвящена истории, культуре, известным людям нашего края, Казахстана. Игра пройдет в игровой форме. Видеоролики готовили сами студенты, преподаватели, руководители вузов Челябинского филиала, Кустанайского филиала Челябинского филиала и нашего регионального университета. Ну, было очень много желающих, но формат игры, вот четыре команды. Но это игра традиционная, действительно, благодаря вот нашему дому дружбы. Здесь собрались ребята разных национальностей, чтобы к празднику показать свои знания нашей культуры, истории края. И чтобы с хорошим настроением и знанием встретить наш праздник в День Республики. Всего в игре приняли участие четыре команды МДВ, из которых историки из русского и казахского отделений, команда юристов и приглашенные гости из Кустанайского филиала Челгу. Все ребята абсолютно разные, но благодаря дружественной обстановке, которая царит в областной ассамблее народа Казахстана, ребята смогли не только с удовольствием поиграть, но и найти новых друзей. В стенах Ассамблеи народа Казахстана в Кустанайской области проходит ежегодная традиционная игра «Республика Альмин». Интеллектуальная игра, посвященная Дню Республики. В игре у нас принимают участие студенты, магистранты Кустанайского оригинального университета имени Ахмета Байтурсунова, а также студенты Челябинского государственного университета Кустанайского филиала. Желаем удачи нашим участникам и хотим пожелать всего самого-самого хорошего в преддверии такого большого праздника. Добраться до финала смогли только самые лучшие. По итогам игры обладателем второго места стала команда историков из казахского отделения. Ребята до последнего были уверены в своей победе, но команда Челябинского государственного университета сумела обойти соперников на несколько очков.